Манхэттенский Сохо, Царская Россия и Коммунистическая Куба. 20-е прошлого века и день сегодняшний. Эпическая абстракция без границ. Новая экспозиция в музее Метрополитен. Уникальный случай, когда в одних стенах и погибший в 50-е бунтарь Джексон Поллок и Кармен Эрриера, который в 103 года продолжает воспевать свой любимый минимализм. Мы старались шире посмотреть на идею абстрактного экспрессионизма. Охватить его географически, а также с точки зрения хронологии и тематики. Как само искусство реагировало на это явление. Тут же отсыл к кубизму. Луиза Невельсон, урожденная Лея Берлявская, с ее автобиографической инсталляцией «Дворец госпожи Энн». Работа длилась 13 лет. Отдельный зал для Марка Ротко, первый раз за всю историю Метрополитен. Особый интерес к поздним работам. Его игры с черным. Кураторы называют абстракцией а-ля Рембрандт. Задуманный эффект от работы Ротко, они должны выглядеть так, как будто свет исходит из его картин. Если выставлять его работы рядом с другими, этого эффекта не добиться. Всего несколько десятилетий назад к Ньюману, Ротко, Полуку и прочим художникам этого направления относились неоднозначно. Говорили, современное искусство – средство шпионажа. Такие картины раскрывают слабые места американской системы обороны. Руман ненавидел абстрактный экспрессионизм, обвинял в деградации и врождении. Американская культурная интеллигенция, напротив, считала идеологией свободы. Безумный полок теснил поблекшего Матисса. Льющаяся техника на огромных холстах становилась нормой, подпитываемой алкоголем модернизм, стилем жизни. Абстрактный экспрессионизм был первым американским художественным движением, которое оказало глобальное воздействие. Но не все знают или помнят, что он был направлен на пропаганду. В 95-м году британский таблоид «Индепендент» вышел с разгромной статьей о том, что американское модернистское искусство было тайным оружием ЦРУ в идеологической войне против Советского Союза. То, что долгое время являлось предметом споров, слухов и ехидных шуток, получило подтверждение от должностных лиц разведуправления. Собственно, об этом говорили и раньше. Американская креативность и интеллектуальная свобода против стиснутого коммунистической идеологии советского искусства. Культурные противостояния США и СССР в перерывах между массированными учениями по гражданской обороне. Борьба за культурную свободу обходилась недешево. ЦРУ провело через Конгресс десятки миллионов долларов на разные проекты, в том числе и на поддержку абстрактного экспрессионизма. Интеллектуалы из Ленгли заменили Министерство культуры. Искусство было поставлено на службу политики холодной войны. Но некоторые художники, обнаружив, что абстрактный экспрессионизм используют таким образом, вышли из этого движения. Двусмысленности большой игры. Искусство при этом продолжает жить своей жизнью. Аукционные дома носят абстракционистов на руках. Музеи в очередь за полотнами ротка и полока. К слову, экспозиция в Метрополитен, что называется, живая. Экспонаты с течением времени будут меняться. На смену ветеранам экспрессионизма придут новаторы американской эстетики. Нина Вишнева, Максим Облушенко и Елена Матусовская. Для настоящего времени Америка. Нью-Йорк.